С нами есть Бажина Рынска, подруга Марии Алёхиной, которая нам сейчас кое-что расскажет об одной из тем, которые заявлены здесь. Значит, смотрите, тут написано «Институт репутации. Проблема моральной иллюстрации в постпутинской России». Ладно, насчёт моральной иллюстрации мы поговорим с особым цинизмом под конец, я думаю. А вот «Институт репутации», такой «не репутации». Что бы это значило, Бажина? Я так понимаю, что у вас имеются очень конкретные наблюдения по этому поводу, и связаны они с одним из наших общих друзей, Хилл Борисовичем Ходорковским, который позволил себе промечиво сфотографироваться с популярной российской певицей. И, я так понимаю, певицей такого высокого шерпотребно-попсового характера, не обременённой талантом, в то же время обременённой некоторыми политическими пристрастиями нам несимпатичными, да ещё и выступающей к тому же под чужим именем Валерия. Вот расскажите нам об этом. Я не думаю, что имеет смысл пересказывать моё письмо Ходорковскому и его ответ. Я так понимаю, что это же широко публиковалось. Наверное, не надо вам ту же мелодию в исполнении Гобоя слушать. Или надо? Я думаю, что... Я, например, не читал. Что? Читали или нет? Я вообще читать не умею, я точно не читал. Хорошо, я перескажу. Михаил Борисович попал, как кур вообще фотографировался с Валерией, и я тут же это сплетник Венедиктов растиражировал, и я написала ему, что, Михаил Борисович, когда мы с силами зла фотографируемся и обнимаемся, то людям, которые думают, с кем они, с добром или злом, им кажется, что мы это всё не всерьёз, что у нас читка пьесы по ролям, и что это не кровь, а клюквенный сок, что сейчас мы, как прилюдно, на сцене Монтеки и Капулети друг друга поубивают, а потом за кулисами они обнимутся и пойдут пить пиво. А ведь это же не так, ведь я этим занимаюсь искренне, ведь мы же все здесь искренне, и искренность, она и честь, и достоинство, она не предполагает вот этих вот подмигиваний и улыбочек, старик, ну ты же всё понимаешь, ты же всё понимаешь, мы же на самом деле это свои все артисты, пускай там публика что-то себе там думает, но мы-то все одна, это самое. Так вот не предполагаются эти подмигивания, когда ты, извините, за пафос воин света. Я про свет и зло и тьму всё-таки позволю себе сейчас программное что-то типа заявление сделать. Меня очень часто спрашивают, ну вот зачем вы, человек обеспеченный, у которого в принципе всё есть, вы зачем в это лезете, тебе это зачем, зачем ты занимаешься политикой? Я отвечу, я не занимаюсь политикой, я не люблю заниматься политикой и не хочу ей заниматься. Как только у руля страны встанет моральный и неглупый человек, я тут же опять стану девочкой-девочкой, какой я и была до кейса Вася Александровна. Это история не про занятие политикой, это история про добро и зло. Когда-то Рейган изобрёл формулировку СССР империя зла, и это было правдой, СССР была империя зла. Так вот, путинская Россия, это тоже империя зла, это абсолютное зло. Это ложь и это корысть, деньги и враньё, вот собственно это и есть ад. Европейская цивилизация, она зиждется не на деньгах, она зиждется на праве, правде и морали. И, к сожалению, Европа очень поздно начала понимать о том, что современная Россия это империя зла, но сдвиги тем не менее происходят. Мы были приглашены на ужин министра иностранных дел Литвы, Лина Саленкявичуса позавчера, и встал посол Петрос, я не могу произнести его фамилию, как бы я ни старалась, посол Литвы в Украине, Вайткувичас, Витайкунос, простите, вот я долго учила и даже выписала себе, Витайкунос, но... Это далеко не самая сложная литовская фамилия, доверьте мне. Спасибо. И он сказал, что мы не можем помочь России, мы это уже поняли. Мы можем, то Путина нужно останавливать. И также он сказал, что Путин объявил войну европейской цивилизации. Это правда, потому что зло, оно всегда воюет, зло, оно всегда объявляет войну. И если зло жестко не противостоять, оно ползучее, оно как гангрена, оно доползет до Европы и будет ее жрать. И Литва в этом плане особо в группе риска, потому что Литва, во-первых, близко, во-вторых, здесь достаточное количество ватников, а в Латвии их еще больше. И это история о ползучести зла. Да, я не шучу, Латвия вся нашпигована вот этими вот русскими с паспортами Евросоюза, у которых ватное, подлое ватное сознание. И это похлеще, чем вы меня, извините, коминтерн. Это вся история про людей, которые за 30 серебряников работают на путинскую Россию и будут работать. Слава Богу, что потихонечку Европа начинает это понимать. И вот мы услышали вопрос представителя ПАСЭ Эммануила Зингереса, чем вам помочь. Литва начала помогать, за что я бесконечно благодарна правительству Литвы. Вчера были депортированы два провокатора с канала «Россия-24», которые приехали не для того, чтобы взять интервью. Они не занимаются журналистикой, они занимаются провокациями. Они занимаются тем, что они исполняют госзаказ по травле диссидентов. Если человек идет за тобой с камерой в туалет, в тарелку за завтраком, если он пытается пролезть в твой номер, это не называется журналистикой, это называется травля диссидентов. И вот за эту, которую масштабно и массировано проводят российские федеральные телеканалы. И вот Литва стала первым государством, которое депортировало со своей территории этих негодяев, за что мы очень благодарны. Из Украины, по-моему, тоже. Из Минска его, этого же товарища еще вышвырнули из Минска. Этого же самого вчерашнего провокатора. И вы знаете, это работает. Потому что сегодня Пятый канал не пытался прорваться, а скромно, который тоже приехал не с добрыми намерениями, а скромно стоял у двери. И когда приехала полиция и переписала их паспортные данные, один сбежал, и, как сказала Женя Чичваркин, через 20 лет его найдут в лесах с вот такой бородой, в литовских лесах. И вот, понимаете, это работает. Так вот, отвечая на вопрос, чем помочь, пожалуйста, отнеситесь серьезно к травле инакомыслящих, и не давайте людям, которые не разделяют европейские ценности, пользоваться благами еврозоны. Потому что все эти, которые за 30 серебряников приезжают и травят диссидентов, для них глоток жизни, это приехать в Европу на шопинг, погулять по Парижу, погулять по Вене, и потратить там, проесть в кафе вот эти самые 30 серебряников. А потом обосрать все эти города, сказав, что там одни геи, либералы, Насилуют прямо в кафе. Некровонючие, и что их чуть не изнасилуют. Совершенно верно. Это по-нашему. И это тоже к вопросу о репутации. Поэтому не надо, когда приедут эти люди, не надо обниматься с ними в кафе, не надо возможности сделать, давать им сделать с тобой селфи, напечатать это в Инстаграме, потому что публика будет думать, что это все не понарошку. Ребята, это не понарошку, это очень серьезная история. Так, это все или еще что-нибудь, Бажана? Это еще что-то у меня было. Сейчас, одну секунду. У меня тут много было. Да, в общем, короче говоря, увидите ватника сразу в табло, выписывайте, если он будет при этом еще со смартфоном, отобрать смартфон об землю, чтобы не воскрес. Так, сейчас я продолжу свое выступление. Спасибо за комментарий. Так вот, реальная помощь, которая может быть, это в Совете Европы, чтобы Литва могла бы нам очень помочь. Литва знает, что такое коммунисты, знает, что такое красные, знает, какая угроза Россия. Пожалуйста, пролоббируйте список, чтобы пропагандоны были персонами нон-грата в шенгенской зоне. Если ты принимаешь участие в травле инакомыслящих в России, ты законодательно не можешь сюда въезжать. Вот нет. Красный знак. И никакого шоппинга. И никакого шоппинга. Дома будете сидеть, друг на дружечку глядеть, подавать друг дружечке, чай да сахар в кружечке. Когда мне переходить к вопросу о том, как устроено российское общество, и есть ли у него шансы на выздоровление? Это мы про репутацию говорили. Это следующий пункт нашей программы. А следующим героем нашей программы будет Андрей Семенович.